Шумную, голосистую, но при этом весьма осторожную сойку гораздо чаще можно услышать, чем увидеть. Причем проще ее увидеть осенью или зимой, а в весенний-летний период птица становится особенно осторожной. Жилище сойки обнаружить еще сложнее. Несколько лет орнитолог Антон Барановский, предполагая, что птица из леса переселилась поближе к людям, безуспешно искал ее гнездо. И, наконец, этой весной на южной окраине Рязани, лесопосадки, он нашел сразу два, расположенных на расстоянии приблизительно 300 метров друг от друга. И хотя в литературе описано, что сойки строят гнезда на боковых ветвях и откладывают от 4 до 7 яиц, в нашем случае оба гнезда находились в развилке основного ствола. И было в них 9 и 8 яиц. Ученый установил видеокамеру у гнезда с большей кладкой и провел наблюдение за развитием птенцов от рождения до вылета из гнезда. Пока самка сидела на яйцах, самец регулярно ее кормил. Вылупились все 9 птенцов. Интересно происходит кормление детей. Самец отдает самке только часть пищи и и потом они вдвоем кормят потомство. Кстати, вороны делают так же. К сожалению, на пятый день один птенец погиб. Скорее всего, из-за недостатка пищи. При следующем посещении гнезда мертвого тельца уже не было. Взрослые птицы его убрали. Так же, как убирают скорлупки и экскременты. Сойка настоящая красавица. Ее яркий наряд ничуть не уступает красоте оперения некоторых экзотических птиц. Венцом украшения является хохолок на голове из черно-белых перьев, который имеет свойство подниматься при возбуждении или испуге птицы. Самец от самки внешне не отличается, разве что немного крупнее. Но визуально это незаметно. Когда сойки встревожены, они издают звуки в виде треска и верещания. При приближении Антона к гнезду они устраивали переполох. И хотя кричали вдвоем, создавалось впечатление, что их гораздо больше. Такую же трескотню они устраивают при виде кошек, собак или других млекопитающих. Собственная песенка сойки не отличается мелодичностью и состоит обычно из малоразборчивого посвиста, пощелкивания и бульканья. Но прекрасный талант пересмешницы позволяет птице имитировать пение других пернатых, а также звуки разных животных, например, мяуканье кошки и лай собаки. И даже человеческую речь. Питаются сойки как растительной, так и животной пищей. Поедают вредных насекомых, чем приносят большую пользу сельскому хозяйству. Однако при случае могут проявлять хищные инстинкты, и тогда пищей для них становятся небольшие птицы, мелкие грызуны, лягушки, ящерицы. Из Врановых Рязанской области сойки по размеру самые маленькие, но есть предположение, что они наиболее хищные. Например, в этом году в лесопосадке, где жили сойки, были разорены птицами все гнезда певчего дрозда. Так как поблизости других пернатых хищников не наблюдалось, то вероятнее всего нападение совершали именно сойки. Это предположение косвенно подтверждается одним наблюдением. Антон шел за сойкой, которая кормясь передвигалась в направлении гнезда певчего дрозда. На тот момент птица еще не знала о его существовании. Однако дрозд сам рассекретил себя, кинувшись на сойку и прогнав ее. В тот раз гнездо уцелело. Но через неделю хватки уже не было. Вероятно, сойка дождалась, когда дрозды оставили гнездо без присмотра и украла яйца. Известны факты, когда сойки таким способом воровали яйца у коноплянки. Притаившись, хищница сидела неподалеку и ждала, пока коноплянка отправится погулять. Как только та улетала, сойка стремительно направлялась туда, хватала яйцо и была такова. И так до тех пор, пока в гнезде ничего не оставалось. Скорее всего, в случае с дроздами происходило то же самое. Сообразительности и находчивости соек можно позавидовать. Еще одно подтверждение их сообразительности – способ, которым они избавляются от паразитов. Птицы направляются к муравейнику и усаживаются сверху. Раздраженные насекомые атакуют непрошенных гостей, распыляя из ядовитых желез кислоту. Попадая на оперение и быстро в него впитываясь, муравьиная кислота убивает паразитов. Несмотря на то, что сойки представляют угрозу маленьким птичкам, они и сами нередко становятся жертвами более крупных хищников, например, ястребов, тетеревятников, филинов, куниц. Когда птенцам исполняется три недели, они покидают гнездо, но под опекой родителей остаются до осени. Ведут рязанские сойки оседлый образ жизни и на зиму прячут до четырех килограммов различных запасов. Больше всего любят запасаться желудями, перенося их в тайничок не по одному, а сразу по семь штук в особом подъязычном мешке. Также в холодное время года в поисках пищи они переселяются поближе к жилью человека, чтобы с приходом весны вернуться на обжитые места для разведения потомства. приема печени в молодежи, в обжитие рязан, а только в воздействии. С Bettysи, мы готовы. Используем черно-мебель. Переходим шрифер к вирусным различным калибанм, и вирусным для разведения там перевелось. Используем черно-мебель и вирусный гринианс. Продолжение следует...